Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня на этой встрече. Сегодня мы продолжаем размышлять над книгой «Второзаконие». Я рад, что вы не только смотрите этот разбор, но пишете комментарии, причем иногда такие расширенные, даете отзывы, ставите там разные смайлики. Благодарность вам за то, что вы проявляете такую активность, потому что ваши комментарии, то, что вы пишете, поддержат нас в этом проекте. То есть у нас не опускаются руки. Мы понимаем тогда, что вот эти разборы – это не зря, что мы что-то делаем, и оно приносит вам пользу. Все мои разборы есть в текстовом варианте на сайте. Ссылка внизу, вы видите сейчас это на экране. Кроме моих двух вариантов разбора, я еще несколько вариантов выкладываю на своем сайте. Поэтому заходите туда, смотрите, распечатывайте, делитесь, пользуйтесь. Пусть это приносит благословение и церкви, и славу Богу. Сегодня мы, как обычно, тоже посмотрим в двух вариантах этот урок. Так как я его вижу, и так как мы попробуем ответить на вот эти вопросы, которые предлагаются в нашем пособии. Итак, первый вариант. Мы приготовили сейчас ручку, бумагу, Библию, наше пособие. Можешь что-то попить, и будем сейчас разбирать этот урок. Значит, первый вариант урока. Интересное название идет – «Пришелец в жилищах твоих». Ну, если говорить уже русским языком, обычным, как мы привыкли говорить, это «гость в твоем доме». И Бог дает интересное повеление. Во Второзаконии, 10 глава, 19 стих, это памятный стих, Бог говорит «Любите и вы пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской». Когда я смотрю на этот урок, в принципе, в уроке затронуты две самые важные идеи. Самая первая идея, и она самая большая в нашем уроке, как относиться к гостям, к эмигрантам, к пришельцам, как строить отношения с ними. Это включает все. Когда мы принимаем их на работу, когда пускаем в свой дом, когда делимся с ними своими религиозными взглядами или убеждениями, когда расплачиваемся за работу, если их нанимаем. Или, если доходит до суда, как вот в случае судебной тяжбы относиться к этим людям. Это первая мысль в нашем уроке. И вторая – как на практике демонстрировать свою религию, в своей жизни, в отношениях, чтобы это было видно. Это две такие мысли, которые в уроке очень сильно сегодня затронуты. Итак, первая мысль, о которой мы сейчас поговорим – гостеприимство. Когда мы читаем Библию, вот что Библия говорит нам о гостеприимстве? Как она вообще повелевает нам относиться к этому вопросу? Когда мы открываем Евреям 13 глава, первые два стиха, апостол Павел говорит такие слова. «Братолюбие между вами да пребывает». Дальше он, продолжая, говорит «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». То есть две мысли, которые здесь апостол Павел для нас хочет как-то поделиться или акцентирует внимание. Во-первых, он говорит, нельзя его забывать. В оригинале еще можно такое слово допустить, пренебрегать вот этим качеством. И второе, особый акцент здесь. Когда мы проявляем гостеприимство, обязательно надо делать это с любовью. Вообще это интересный момент, мы немножко позже о нем поговорим подробнее. Еще один текст, который я бы хотел застрить наше внимание, это исход 23.12. Это как бы цитируется четвертая заповедь. Бог говорит «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей». А дальше самое важное слово «и пришелец» или «гость». То есть вот этот текст говорит о том, что мы именно в субботу должны приобщить гостя к благословениям нашего покоя в субботу. То есть чтобы гость, который пришел к нам домой, увидел, как это классно, как это прекрасно, что дает для нас вот этот покой в субботу. И еще два стиха, это Левит, 19 глава, 33 и 34 стих. «Когда поселится пришелец в земле вашей», то есть это уже эмигрант, Бог говорит «не притесняйте его». «Пришелец, который поселился у вас, да будет для вас тоже, что туземец ваш, люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». То есть здесь в этом отрывке мы видим, что Бог дает особое повеление такое. Он говорит, к вот этим людям или к вот этому классу населения, которые поселились или пришли в гости к вам, или эмигрировали из-за каких-то ситуаций, проявляйте к ним особое отношение. То есть будьте лояльны, относитесь к ним с любовью. Вот в этом случае. Вторая мысль, которую хотел поднять в этом уроке – наше отношение к гостям. И вот эту тему отношения к гостям я бы хотел разбить на две стороны или рассмотреть с двух сторон, потому что именно об этом так говорит нам Писание. Значит, первая мысль, которую здесь хотел затронуть, когда мы говорим о гостях – Бог дает повеление любить их. И вот интересно, если приходит гость в наш дом, или приехал турист, или мы встретили эмигранта, как мы, как верующие, должны к ним относиться? Давайте прочитаем следующие три стиха. Это Второзаконие, 10 глава, с 17 по 19 стих. Бог говорит, «Ибо Господь Бог ваш, есть Бог богов, и владыка владык. Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Он говорит, любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». То есть, когда я смотрю на эти три стиха, Бог говорит, что мы должны таких любить, понимая, что евреи сами, как народ, были такими, начиная с Авраама в Палестине, потом в Египте, и поэтому Бог дает такое повеление. Значит, первое отношение – проявлять к ним любовь. И Бог даже объяснил причину, потому что сами когда-то были такими. И второй момент, когда мы говорим о гостеприимстве, о страннолюбии, второй момент – надо проявлять к ним справедливость. И вот когда мы говорим о справедливости, вот как Бог ребром поставил вопрос, вот когда касается вопрос пришельца или эмигранта, и еврея или верующая, как к ним относиться. И вот интересное повеление, Бог дает во второзаконии, мы же не во второзаконии изучаем, первая глава, 16 стих. «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, вы слушаете братья ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его». То есть, когда я смотрю на этот текст, три повеления. Во-первых, Бог говорит, вы слушаете обе стороны вопроса, то есть потерпевшего и обидчика. Второй момент – закон должен быть одинаковым, как к еврею, так и к эмигранту. И третий – это самый важный момент – приговор должен быть не лицеприятным, а по закону, неважно кто это – еврей или эмигрант. Еще один текст, который тоже затрагивает этот вопрос, и тоже в книге второзакония. 16 глава, 19 стих. Тоже повеление судям. Он говорит, не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. То есть Бог дает четкое повеление против коррупции в дело производства. Неважно, какая это сфера. Это вопрос правосудия, это вопрос финансов или в торговле. Никакой коррупции. Второзаконие, 24 глава, 17 стих. Еще один нюанс, который Бог добавляет. Он говорит, не суди превратно пришельца, пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог. Вот здесь, когда мы смотрим на этот текст, мы видим, что отношения к эмигрантам или к бедным слоям населения должны быть не только одинаковыми, вот обратите внимание, но больше послаблений в сторону таких людей. Потому что эмигрант далеко от родины, вдова, она осталась без средств к существованию. Поэтому Бог дает такое повеление. Еще один текст тоже на эту тему. Второзаконие, 27, 19. «Проклят, кто превратно сутит пришельца, и сироту, и вдову, и весь народ скажет Аминь». То есть, когда я смотрю на этот текст, это вообще, когда мы читаем Второзаконие, 27 главу, там идет речь о том, что народ, когда должен был зайти в обитованную землю, он должен был стать между двух гор, там Гевал и Герозим, и читались все эти законы. На одной горе читались благословения, на другой проклятие. И после каждого вот этого выступления народ соглашался. То есть, мы видим, что на вот эти действия, по поводу коррупции, вот это вопрос лицеприятия, было наложено общественное проклятие. То есть, это фактически перед всем обществом человек выставлялся на позор. Третья мысль, о которой я хотел поговорить, это уже более практичная мысль, это «какво должно быть христианство в нашей жизни?» То есть, в этой части беседы мы теперь как бы подобьем итоги наших размышлений чисто с практической стороны. Вот в самом начале нашей беседы мы немножко говорили о вопросе гостеприимства. Вообще, как это делать в нашей жизни? И вообще, каково должно быть наше отношение к гостям? Вот в нашем доме или рядом с нами? И вот памятный стих говорил, в самом начале мы читали «Евреям 13.2», мы вспоминали о тех, что оказал ли некоторые гостеприимства ангелам, даже не зная об этом. Я бы хотел вернуться снова к вот этим историям, вот как гостеприимство проявлять на деле. И вот когда апостол Павел «Евреям» в 13 главе вспоминает об этих людях, говорит «Некоторые», мы понимаем, о ком идет речь. Это Авраам и Лот. Давайте посмотрим на вот этих двух примерах, как гостеприимство проявлять на деле. Это очень интересно. Значит, первая история, которая говорит о гостеприимстве Авраама, это «Бытие» 18 глава с 1 по 8 стих. Я хотел бы, чтобы мы внимательно этот текст разобрали. У кого есть Библия сейчас, вот буквально откройте, чтобы мы вместе проследили, как на практике проявлял гостеприимство Авраам. Читаем этот отрывок. «И явился ему Господь у Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под всем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете, так как вы идете мимо раба ваша. Они сказали, «Сделай так, как говоришь». И поспешил Аврам в шатер к саре, и сказал, «Поскорей замеси тресаты лучшей муки, и сделай пресные хлебы». И побежал Аврам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отраку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло, и молока, и теленка приготовленная, и поставил перед ними. А сам стоял подлиник под деревом, и они ели. Вот перед вами открыт этот отрывок. Вот он на экране есть, откройте в Библии, и вот мы посмотрим, как реально это проявлял Аврам на деле. Вот смотрите, первое. Увидел. Вот что нам говорит это слово? Увидел. То есть фактически он уже был настроен на то, чтобы таких людей видеть, чтобы они мимо него не прошли. увидел. Дальше Библия говорит «побежал». О чем это говорит? Это говорит о скорости. Он хотел, чтобы этого гостя не перехватили, чтобы они не прошли мимо. Он побежал, чтобы они не приняли даже решение пройти мимо. Бежит скорость. Дальше третий момент. Говорит «поклонился». Это верующий человек делает. Вот само вот это выражение «поклонился» «поклонился». Это уже говорит о том, что это почет, это уважение, это признательность какая-то. Дальше говорит «и принесли воду и омыли ноги странникам». Вот здесь я хочу обратить особое внимание. То есть он служит, омывает ноги странникам. Дальше он говорит «я принесу хлеб». Это говорит о личном участии в нужде. Он хочет лично утолить голод вот этих людей. Следующее слово интересное «поспешил». Это скорость в проявлении гостеприимства. Дальше интересная снова фраза, которую Авраам говорит царе. «Возьми лучшей муки». То есть это говорится о том, что он гостеприимство делает от всего сердца. Самое классное, самый высший сорт муки. Снова слово, дальше мы читаем, Моисей пишет «побежал». То есть все делается в темпе, быстренько. Дальше интересное выражение «теленок нежный и хороший». То есть это говорится о том, что для гостя все самое лучшее. И дальше он говорит «отрок спешит готовить». То есть вот в этом гостеприимстве, в этой семье задействованы все. Сара, слуги, Авраам, все задействованы, чтобы гостеприимство было по высшему разряду и очень быстро. Меню интересно. Когда он их звал в гости, он говорит «я приготовлю вам хлеб». Но здесь смотрите, что интересно. Он дает к хлебу масло, молоко, теленок лучше, хлеб. То есть меню намного больше, чем было озвучено в начале. То есть сделал все, что можно. И заканчивается этот отрывок тем, что гости едят, а он стоит. Это как в ресторане. Человек кушает, а рядом стоит официант и обслуживает. Это первый пример гостеприимства. Буквально в следующей главе мы читаем о втором примере. Тоже родственник Авраама оказывает гостеприимство. Давайте посмотрим. Три стиха. Но они очень интересные. 19 глава Бытие, первые три стиха. «И пришли те два ангела». Почему два? К Аврааму пришли три. Один из них был Господь. Конец 18 главы говорит о том, что Господь остался и с Авраамом немножко на бирже торговались. Сколько там останется праведников в Содоме, чтобы и этот город не уничтожить. А два ангела пошли дальше, в Содом и Гамору. И вот приходят те два ангела в Содом вечером. Это уже вечер был. Когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их. И поклонился лицом до земли. И сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы, и они ели». И вот смотрите, какая разница между гостеприимством Авраама и гостеприимством Лота. Увидел. Вы замечаете, Авраам увидел и сразу бежит. А тут они уже подошли к воротам и увидел. То есть само слово, ну кажется, настроено гостеприимство. Но насколько оно отличается от гостеприимства его дяти? Авраам, когда увидел, Библия говорит, он бежит к ним, поклоняется. А здесь увидел, они уже подошли вплотную, встает. Интересно. Не бежит, как дядя. Он просто вынужден это сделать, потому что подошли к нему уже вплотную. Ну, надо уже встать. Дальше говорит, поклонился. Ну, нужно же как-то уважение проявить. Надо форму эту соблюсти. Дальше слово интересное. Сказал. Ну, надо же теперь, как верующий человек, соответствовать, продолжать соответствовать образу верующего человека. Говорит, государи. То есть внешне он проявляет вроде почтения. А вот дальше само приглашение интересно. Говорит, зайдите, ночуйте, мойте ноги. Но у меня самообслуживание. То есть сами там помойте там все остальное. А дальше он говорит, а утром встаньте и до свидания. Я свой долг выполнил. Вы понимаете, небу такое гостеприимство не нужно. И вот ангелы говорят, нет, вот не надо нам такое. Мы останемся на улице. А дальше продолжается эта история. Он сильно упрашивал. То есть он не хотел теперь потерять лицо верующего человека. Он упрашивает их. И Библия говорит, они согласились. И он угостил их. Хлебом. Просто хлебом. Даже к хлебу ничего не дал. Два примера гостеприимства. Да, и те, и те оказали гостеприимство ангелам. Но насколько гостеприимство разное. Олег Григорьев, такой поэт, однажды по этому поводу написал очень короткий стих. Мне он понравился. Вот просто вдумайтесь в эти слова. Это по поводу гостеприимства. Он так и называется гостеприимство. Вот послушайте. Встаньте с этого дивана, а не то там будет яма. Не ходите по ковру, вы протрете в нем дыру. И не трогайте кровать, простынь можете помять. И не надо шкаф мой трогать, у вас слишком острый ноготь. И не надо книги брать, вы их можете порвать. И не стоите на пути, ах, не лучше ли вам уйти? Это вопрос гостеприимства. И вот стоит задать вопрос, а какое оно у нас? Вот об этом стоит подумать. Дело в том, что даже сегодня среди тех, кто называет себя христианами, истинное гостеприимство почти не проявляется. В нашем народе возможность оказывать гостеприимство не оценивается так, как должно. Это цитата из «Свидетельств для церкви». То есть, как преимущество и благословение проявляется слишком мало общительности и почти отсутствует желание беспорадности или, напротив, чувство неловкости предоставить комнату или еще двум или трем человекам, пригласив их к семейному столу. Некоторые ссылаются на то, что странноприимство создает слишком много хлопот. Этого не было бы, если бы вы сказали, мы не делали особых приготовлений, но рады предложить то, что у нас есть. Нежданный гость гораздо выше оценит радушный прием, нежели самое тщательное приготовление. Очень серьезные слова. И вторая тема, которую нужно поднять, это вопрос практического христианства в нашей жизни. Вообще, в чем и как оно должно выражаться и проявляться. Нам в уроке тоже давалась эта цитата или ссылка, это Иакова первая глава последний стих и вторая глава первые одиннадцать стихов. И вот Иаков пишет о практическом благочестии. «Наряд, чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Братья мои, сестры тоже, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде или приедет на Лексусе, а войдет же и бедный в скудной одежде пешком, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, а ты стань там или садись здесь у моих ног, то не пересужуете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями. Послушайте, братья и сестры мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царства, которое он обещал любящим его, а вы презрели бедного, не богатый ли притесняют вас, не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего того, как самого себя, хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты также преступник закона. Давайте по нашему отрывку вот это списком перечислим, что Иаков подразумевает под настоящим христианством, что такое благочестие. Во-первых, начинает он мы по списку пойдем. Он говорит презирать. Вообще это слово презирать. Оно немножко какой-то у нас негативный оттенок идет. По большому счету Бог хочет, чтобы мы присматривали. В оригинале идет вот это слово или идея присматривали. Сироты вдовы в скорбях. Дальше говорит храните себя неоскверненными от мира. То есть отделяйте себя от всего, что может осквернить. Не важно где, в интернете, в питании, в отношениях, не важно. Отделяйте себя. Дальше говорит демонстрируйте свою веру в Иисуса Христа. Невзирая на лица. То есть нелицемерно демонстрируйте. То есть как на подиуме. Вот демонстрируйте, показывайте, пропагандируйте. Дальше говорит не будьте судьями с худыми мыслями. То есть когда вы думаете о человеке, ищите положительное. Рассматривайте со всех хороших качеств. Дальше говорит не презирайте. Вот это слово в оригинале не покрывайте позором бедного, потому что вы не знаете почему такое с ним случилось. Дальше говорит исполняйте закон царский. Это какой царский? Возлюби ближнего как самого себя. И дальше говорит не поступайте с лицемерием. И последняя мысль которую он здесь поднимает говорит соблюдайте весь закон. То есть любое повеление не только касающее десяти заповедей, но и вот это которое касается иммигрантов, пришельцев, ближних, низких слоев населения, бедных. Вот к ним относитесь одинаково. Я хотел бы в конце прочитать такую интересную цитату. Это в желании веков написана очень серьезная цитата. Вдумайтесь. Дух пророчества говорит это характерно для всех ложных вероучений, потому что в их основе лежит желание человека возвыситься над Богом, но это приводит к тому, что ценность человеческой жизни становится ниже ценности жизни животного. Вдумайтесь. Сегодня люди кошечку любят больше, чем бомжа. Они готовы на собачку потратить больше, чем дать милостыню на паперте. Всякая религия, оспаривающая верховную власть Бога, лишает человека славы, которой он был наделен при творении, которая должна быть возвращена ему во Христе. Любая ложная религия внушает всем исповедующим ее пренебрежение к нуждам, страданиям и правам человека. Евангелие же высоко ставит людей, искупленных кровью Христа, и учит чутко относиться к нуждам и горю человека. Господь говорит, сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Афирского. Исайя 13-12. Это цитата в желании веков. Когда я смотрю в общем на этот урок, то это соглашение о завете во второзаконе, оно не дает определения любви, но говорит о том, что это божественная категория. И только через Бога Израиль мог понимать и исполнять вот эту заповедь о любви. Любви к ближним, любви к эмигрантам, любви к другим людям, к бедным. И только через систему правосудия ради сироты и вдовы Бог хочет, чтобы люди больше обратили на это внимание. И вот интересно, что самое первое применение заповеди «любить Господа» начинается с того, что надо любить сначала пришельца. Почему Бог требует, чтобы Израиль любил пришельца? А здесь можно перечислить две причины. Первая, Бог сразу обосновал это требование, потому что, говорит, вы были пришельцы. И во-вторых, Он хочет, чтобы люди через вот это гостеприимство, через любовь к пришельцам готовились к святости. Это первый вариант, как я вижу этот урок, очень интересный урок, два важных момента, которые Он освещал гостеприимство и христианство в жизни. Второй вариант это мы сейчас пройдем по нашему пособию, откроем его и пробежимся по нашим вопросам, которые тут задавались в нашем пособии. Воскресенье. Обрежьте сердца ваше. нам дается задание прочитать второзаконие 9 глава с 24 по 27 стих. Интересный отрывок, мы его не читали, я его хотел бы, чтобы мы вместе над ним поразмышляли. Бог говорит, вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал звать вас. И поверши перед Господом умолял я сорок дней и сорок ночей, которые я молился, чтобы Господь, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал, Владыка Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который ты избавил величием крепости Твоей, который вывел ты из Египта рукою крепкой. Вспомни рабов Твоих Авраама, Исаака, Иакова и не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его, и на грехи его. Это Моисей молится после того, как народ согрешил у горы Синаи. И вот дальше во второзаконии, как бы продолжая эту тему, Моисей, вспоминая, говорит в 10 главе с 1 по 11 стих. Послушайте, что он говорит. В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, это акация, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. И отдал их мне, Господь мне, и обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, которые я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилю отправились из Беяров, Бени, Яакана в Мозер. И там умер Арон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Елиазар. Оттуда отправились Гудон, из Гудона и от Вафу в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левия, это в какое время? Это еще там, у горы Синай, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять перед Господом, служить Ему, благословлять имени Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет Левит участия удела с братьями, сам Господь есть удел его, как говорил Ему Господь Бог Твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, сорок дней и сорок ночей, и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь, встань, пойди в путь перед народом всем, пусть они пойдут овладеет землю, которая клялся от самых, дать им. Какие слова из прочитанного подтверждают, что Бог простил свой народ за идолопоклонство у горы Синай? Когда мы смотрим на эти два отрывка, мы видим, что в молитве Моисей апеллировал к завету Бога с предками евреев. И Библия говорит, и Бог послушал Моисея. Затем второй факт, Бог снова пишет свой закон на замену разбитых скрижалей. Третий момент. Бог там же у горы Синай выбирает левитов для особого посреднического служения между Богом и остальным народом. И четвертый момент, как прощение, что Бог сдерживает клятву, которую Он когда-то дал их предкам или отцам евреев. Это Аврааму, Исааку, Иаку. Мы продолжаем 10 главу читать в Таразаконе с 14 по 16 стих. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семья их после них, и всех народов, как ныне видишь. И так, обрежьте крайнюю плод сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны». И вот дальше пояснение, что практически означают следующие фразы для израильтян. Первая фраза «Обрежьте крайнюю плод сердца вашего». Ну, как это сделать? Сам себе человек не может быть кардиологом. То есть вот это выражение говорит о том, что человек должен разрешить Богу удалить с его сердца и разума вообще все, что может вести к греху. И второе выражение, которое говорится здесь «Не будьте впредь жестоковыны». Другими словами, Бог хочет сказать, что берите урок из прошлого, не наступайте снова на те же самые грабли, а вы без сказки. Дальше у нас задание такое. Попробуйте применить эти принципы к себе и к сегодняшним христианам. Что сегодня эти слова могут значить для вас и вашей церкви? А вот здесь как раз есть большой простор учителям субботней школы. Вот там в классе вы можете этот вопрос вместе со всеми обсудить. Заканчивается тема за воскресенье. Подумайте обо всех случаях, когда Господь простил вам ваши грехи. Что это говорит вам о его благодати? Ну вообще когда мы смотрим, это личный вопрос конечно, но если так рассматривать, то я могу сказать одну вещь. Бог не злопамятен. Он снова и снова готов прощать. Он снова готов налаживать с нами отношения. Все зависит от нас с вами. Понедельник. Тема дня «Любите пришельцев». Нам дается задание «Прочитайте второзаконие 10 глава с 17 по 19 стих». И там такое задание, чтобы мы поразмышляли над некоторыми характеристиками Бога. Давайте прочитаем сначала этот отрывок. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сиротеи вдове и любит пришельца и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». И вот нам задание поговорить немножко о характеристиках Бога. Давайте посмотрим на характеристики вот с этого отрывка. «Господь Бог есть». Тут написано «Бог богов и владыка владык». То есть это самая высшая инстанция. Дальше он говорит «Бог великий, сильный и страшный». То есть у него есть вся власть, весь авторитет и все правосудие. Дальше он говорит «Он не смотрит на лица и не берет даров». То есть он нелицеприятен. Дальше говорится «Бог дает суд сиротеи и вдове». То есть под особым патронатом находится вот этот класс людей. И дальше заканчивается отрывок такой, что Бог любит пришельца и дает ему хлеб и одежда. И тут же дается повеление людям. Какие повеления? Вот в этом отрывке, в этих трех стихах. Поэтому вы равняйтесь на Бога, то есть становитесь подобны ему. Учитесь быть нелицеприятными. Дальше говорит «Оказывайте социальную помощь сиротеи, вдове, эмигрантов и любите их». Дальше в нашем уроке дается Псалом 145 с 5 по 10 стих. Интересный тоже отрывок. «Блажен кому помощник Бог Иаковлю, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившая небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящая верность, творящая суд обиженным, дающая хлеб палчущим, Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сагбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает, Господь будет царствовать веке, Бог твой сион в рот и рот, Аллилуйя». И у нас спрашивается, какая весть этого Псалма и что это значит для нас, как христиан сегодня? когда я смотрю на этот отрывок, Бог готов помогать, но Он помогает тем, кто надеется на Него, у кого есть личные отношения с Богом. Бог всегда верен своим обещаниям, своему слову, завету со своей стороны. Бог всегда проявляет справедливость по отношению к угнетателям. Бог заботится о людях, которые оказываются за гранью бедности, вот эта сирота-вдова. Бог решает проблемы, которые связаны с болезнью, неважно какой, духовной или физической. И вообще Бог вечен, и поэтому Его принципы характера остаются в работе всегда. Эта тема у нас была за понедельник. Вторник. Ибо сами были пришельцами в Египте. Тут же у нас сразу идет текст о законе 10.19. Бог говорит, любите и вы пришельцы, ибо сами были пришельцами в земле египетской. И вот какая весть к Израилю древнему вот в этом стихе. То есть напоминает о прошлом израильского народа. Он тогда был пришельцем в Палестине, в Египте. Поэтому пожалуйста проявляйте такое отношение и к эмигрантам, как хотели бы, чтобы к вам проявляли. Но когда я смотрю на этот отрывок, у нас второй вопрос здесь по вот этому тексту. Какая весть в этом стихе для нас? Когда я смотрю здесь, на что можем обратить внимание? Во-первых, мы должны помнить о своем прошлом. Мы были такими же грешниками, как и люди вокруг. Поэтому пожалуйста, проявляйте милосердие или милостиво относитесь к другим людям вокруг вас. И дальше у нас задание. Вспомните наставление Иисуса Христа о практическом христианстве через помощь нуждающим. Это 25 глава Матфея. Я просто напомню, о чем там речь. Когда Христос придет, он отделит одних направо, одних налево, там овечки, там козлы, и будет судить людей, как люди относились к себе подобным. То есть ходили в больницу, в тюрьму, как кормили голодных, как одевали ноги. И вот исходя из этих текстов, какое значение для Господа имеют наши добрые поступки, когда мы помогаем нуждающим. Вот когда я смотрю внимательно на этот отрывок, где Христос об этом говорит, он четко говорит, что то, что мы сделали нуждающимся, мы делаем Богу. То есть Христос отождествляет себя с вот этими людьми. И дальше он говорит, наше отношение к таким людям показывает теперь наше отношение к Богу. Я бы хотел, чтобы вы себе записали, его нет в этом уроке, текст 1 Иоанна 4,20. Там апостол в своем послании говорит такую вещь. Как же ты говоришь о любви к Богу, которого не видишь, а вот это ближнего, которое видишь, ты не любишь. Вот обратите на это внимание. «Какие практические действия ваша семья или ваша община может сделать, чтобы исполнить призыв Господа помнить сироту, вдову и пришельца? Наметьте их и помолите, чтобы Бог помог вам осуществить эти планы». Ну, это опять же тема для рассуждений в классе субботней школы. Вот там на уроке, во всем классе попробуйте, наметьте и что-то делайте в этом вопросе. Среда. Судите справедливо. Нам дается задание прочитать следующие стихи и найти в этих текстах повеление Бога относительно суда. Ну, давайте каждый текст будем останавливаться и размышлять. Первый текст дается в Второзаконии 1.16 «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, вы слушайте братья ваших и судите справедливо как брата с братом, так и пришельца его». То есть три момента, которые мы здесь видим. Выслушать обе стороны, то есть истец и ответчик. Вопросе разбора дела должна беспристрастность присутствовать и никакой разницы между евреем и иммигрантом, между верующим и неверующим. Следующий текст Старозакония 16.19 «Не извращай закона и не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело в право». То есть используйте закон правильно, никогда не будьте лицеприятными и вообще не допускайте коррупции. Еще один текст Старозакония 24.17 «Не суди привратно пришельца, сироту и вдовы не бери одежды в залог». То есть все законы должны быть одинаковы, не делать разницы между социальными слоями населения, даже более того, вот этим ущемленным или обойденным должно быть больше проявляться снисхождение. Старозакония 27.19 «Проклят, кто привратно судит пришельца, сироту и вдову? И весь народ скажет Аминь». То есть это общественное проклятие, оно должно накладываться на коррупционера. У нас дальше стоял вопрос, какие практические советы вы усматриваете в этих словах Библии? То есть здесь Моисей во Второзаконии говорит о том, что надо поставить очень остро вопрос о справедливости в суде. Потому что перед законом все должны быть равны. Никогда нельзя выслушать и судить не выслушав все стороны, не разобрав дело со всех сторон. Дальше у нас много текстов из книги Амоса. Давайте прочитаем. Вторая глава, шестой стих. Так говорит Господь, за три преступления Израиля, за четыре не пощажу его, потому что продают правого и бедного, за серебро и бедного, за пару сандалий. Вообще у Амоса или Амоса, не знаю как правильно, вот эти интересные такие слова паразита. За три преступления четыре. За три преступления четыре. Обратите на это внимание. Амоса 4.1 Слушайте слово сие, тельцы васанские, которые на горе Самарийской. Вы притесняете бедных, угнетающих нищих, говорящих господам своим, подавай, а мы будем пить. Амоса 5.11 Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построили домы из тесаных камней, но жить в них не будете, разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Продолжается эта мысль Исаия, 3 глава, 14-15 стих. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленного бедного в ваших домах. Что вы тесните народ и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. 10 глава, первые два стиха Исаия. Горе тем, которые поставляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу и своею и ограбить сирот. И Еремия, 2 глава, 34 стих. Даже на полях одежды твоей находится кровь людей, бедных, невинных, которые ты не застала при взломе и несмотря на все это. И у нас стоит вопрос. Что по словам пророков отражает то, что Господь предупреждал древний Израиль? И что эти слова говорят нам сегодня? Вот эта коррупция в тот момент поразила весь аппарат чиновников. Бедняки страдали больше всего. Мало того, что они нарушали закон, они переделывались или создавали новые законы, которые попирали справедливость. И Библия говорит о том, что кровь бедных людей ложилась вот этой виной на таких коррумпированных чиновников. Когда мы теперь смотрим и пытаемся применить эти слова к себе, то что эти тексты могут сказать для нас? Какой урок дают для нас? Во-первых, Бог хочет, чтобы мы пересмотрели свои отношения к вопросу справедливости, к бедным, к неимущим, к тем, чьи права попрали, которые даже не могут голос за себя поднять. Это тема за среду. Четверг. Чистое благочестие перед Богом. Нам дается текст Второзакония 24 глава с 10 по 15 стих. Бог говорит, если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынеси тебе залог свой на улицу. То есть не стой над душой. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность перед Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твои, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. И у нас говорится о том, что мы должны отметить вот эти важные принципы относительно того, как мы должны обращаться с работниками, которые находятся под нашим контролем. И сразу несколько тут таких очень важных деталей. Первый поднимается ближний в десятом стихе. То есть сразу поднимается речь об людях с одинаковым статусом с нами. Двенадцатый стих бедный, то есть по социальной лестнице человек находится немножко ниже тебя, а может быть даже за гранью бедности. Тринадцатый стих залог, то есть мы должны не допускать или не вводить человека еще в большую долговую зависимость. То есть должны дать человеку время рассчитаться. То есть не включать калькулятор или счетчик. Четырнадцатый стих наемник. То есть это тот человек, которого ты нанял на определенную работу за оговоренную сумму. Допустим поклеить обои, попелять дрова, вскопать огород. Неважно. Ты за это четко несешь ответственность. Четырнадцатый стих пришелец. То есть это тот эмигрант, который из-за каких-то обстоятельств приехал в страну и ищет работу. Может даже у тебя лично. Это пришелец. Пятнадцатый стих плата. То есть речь идет о четко оговоренной сумме, когда вы нанимали человека на работу. Если вы договорились, а там произошла какая-то девальвация, все равно вы должны то, что вы пообещали дать. Каковы последствия соблюдения или нарушения этих постановлений Господа? И вот интересно в нашем уроке по тринадцатому стиху. Говорит, если исполнишь последствия какие, будет это засчитано в праведность. А по пятнадцатому стиху, если нарушишь, тогда на тебе ляжет грех перед Богом. Еще нам давался большой отрывок, это Иакова первая глава, последний стих, и вторая глава, первая одиннадцать стихов. Мы этот отрывок уже читали в первом варианте, полностью его прочитали. Я бы хотел вернуться к тем вопросам, которые здесь стояли. Что из сказанного здесь Иаковом отражает то, что Господь говорил своему народу во второзаконии. Когда я смотрю и сравню Иакова и второзаконии, мы видим общее очень внимательно относиться к вдовам и к сиротам, то есть к этому социально незащищенному слою населения. Второе никогда не становиться лицеприятным. Когда поднимается вопрос суда, когда разбираются дела, выносятся приговор, даже может в уме, никогда не будьте однобокими, изучите вопрос со всех сторон. Дальше исполнять закон царский, любить другого как себя, не наоборот. И последний момент, который я здесь вижу общий, никогда не занимайтесь периллюстрацией закона, то есть выполняйте закон во всем объеме. Почему мы, адвентисты седьмого дня, серьезно относящие к соблюдению закона, должны столь же серьезно отнестись к словам Иакова и словам из второзакония? Дело в том, что очень часто проблема в этом, очень часто мы за буквой закона не видим личность с ее проблемами и не проявляем снисхождения. Вот запишите себе текст интересный Иакова 2.13 Там интересно говорится о том, что милосердие превозносится над правосудием. Учитывая то, что мы читали в послании Иакова, почему наша вера в соблюдении закона должна лишь укреплять нашу готовность помогать бедным и нуждающимся среди нас. А потому, что об этом говорит закон царский. Любить ближнего, как самих себя. То есть проявлять к ним такое же отношение, какое я хочу, чтобы было ко мне. Два варианта урока. Выбор состоит за нами. И когда смотрю, интересно, тот закон, который когда-то Бог написал на каменных скрижалях, он должен быть написан сегодня в наших сердцах. Поэтому, когда говорится об обновлении завета, это с другой стороны говорится и об обновлении сердца. И всем этим должно двигать не закон, а любовь. Интересно, когда я смотрю на Иеремию, Иеремия, пророк Иеремия, впервые, когда использует выражение Новый Завет, он определяет его следующим образом. Он говорит, не такой завет, который заключил с отцами в тот день, когда берет за руку, выводит из земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя, Бог говорит, я оставался в союзе с ним. Но вот завет, который заключу с домом Израилем после девять дней, говорит, вложу закон мой во внутренность, на сердцах их напишу, и буду им, Богом, они будут моим народом. Вот этого сегодня Бог ожидает. Вот это христианство в жизни. Пусть Бог поможет, чтобы вот эти принципы, вот эти идеи в нашем уроке были не просто пройдены в субботу в классе, а чтобы мы их осмыслили и применили в своей жизни. Я благодарен Богу за то, что Он дает эти мысли, дает нам возможность поразмышлять над этим. Я благодарен за то, что Вы просмотрели этот разбор урока. До новых встреч. До свидания.